Приветствую вас и не думаю, что игнорирование человека как-то помогает показать ему, что вы, ну, не приемлете его, показать ему, что вы разочаровались в нем. Но, напротив, игнорирование рождает недопонимание, игнорирование рождает недоумение и желание все-таки достучаться до человека, который игнорирует, чтобы разобраться с ним все эти проблемы. Поскольку вы узнали что-то о человеке, как я понял, и встретились лишь, то насправедливым будет с ним это обсудить. То есть выслушать его с реакцией на то, что вы узнаете. Вы не пишете здесь, что именно, но полагаю, что человек заслуживает того, чтобы дать комментарий по сути тех слухов, сплетен или информаций, которые про него распространяют третьи лица. Этого достоин любой человек, вне зависимости от того, что он сделал. Потому что только человек, только сам субъект, может донести для вас необходимость того, что он сделал. И если вы с этой необходимостью согласитесь, для вас этот отступок не будет ничего значить. Он не изменит образ того, кого вы знаете. Но если его объяснений будет недостаточно, то тогда можно и нужно говорить о том, что этот человек действительно вас... Ну, я бы не сказал, что прямо разрушировал, да, я бы сказал, что просто проявил себя с той стороны, с которой вы не были готовы его видеть, и это вас развело по разные стороны, скажем так, жизни, по разным направлениям. Но ему все-таки высказаться по поводу того, что вы нам узнали, дать нужно. И здесь первый момент, что игнорирование не является правильным поведением. И для вас тоже ведь, думаю, ситуация по-прежнему остается незавершенной, скажем так, а это не может не угнетать. Далее следует разговаривать спокойно, вежливо, нейтрально, отвечать на вопросах безытайки, неухончиво, но в то же время по существу. То есть мужчина увидит, что вы готовы с ним общаться, если он так хочет, просто потому что вы его не боитесь, вы его не опасаетесь, вы его не избегаете, что является вашей реакцией на него. Но вам он безразличен, вы изменили свое к нему отношение. Если мужчина спросит вас, почему вы его игнорировали, а такой вопрос, скорее всего, прозвучит, либо мужчина сам догадается, почему такое произошло, вам нужно, повторю, сказать ему суть. Буквально в двух-трех словах о том, что вы о нем узнали, и он, наверное, выскажет свою версию. Вы его выслушаете, и в зависимости от того, как вы это воспримете, тут очень важно прислушиваться к своим ощущениям, либо вы будете согласны с его мнением, с его версией, с его отношением к тому, что произошло, либо нет. Так что, хочет молодой человек с вами общаться, пусть общается, его право, его дело, но вы, с своей стороны, имеете право общаться с ним так, как вам того хочется. Вы имеете право неподвижного диалога, вы имеете право не участвовать с ним в разговоре, вы имеете право, там, быстро уходить, потому что у вас дела, вы имеете право выбирать других собеседников, кроме него. И к этому он не придирается, потому что придирается, вы выбираете то, что вам удобно, то, что вам комфортно. Вот, в принципе, и все, что можно сказать по поводу вашего вопроса. Вообще говоря, смотрите, вот, молодой человек, общается с вами, ну, наверное, проявляет какие-то знаки внимания вам. Наверное, как-то выражает симпатию. Вы внезапно его начинаете игнорировать. Мужчина, если бы он не испытывал к вам серьезных чувств, ну, он бы, наверное, перестал бы вам звонить, перестал бы пытаться наладить с вами диалог. Но он это делает все равно. Значит, вы ему важны. Значит, он дразит вам. Значит, у него к вам искренние чувства. Это значит, что человек умеет чувствовать, умеет дразить и умеет стремиться. То есть, это достаточно упорный мужчина. Качество, что и говорить, хорошее, и они, одни, достойны того, чтобы вы дали мужчине шанс хотя бы объяснить, хотя бы высказать. И вот тогда уже, в принципе, принимать решение. Ну, и напоследок, мне бы хотелось вам сказать такую вещь. Что старайтесь проговаривать с теми людьми, о которых вы что-то узнаете, максимально подробно. Потому что люди, которые распространяют информацию о других, делают это всегда с определенной целью и всегда искажают факторы. А вам нужно самостоятельно заставлять свое мнение о том или ином происшествии. Ведь человек может, по большому счету, изменить подробности, изменить обстоятельства, но не изменить самого факта. Потому что сам факт можно доказать. И вам важно, чтобы сам человек вам рассказал все, как есть. Только тогда можно симулировать о нем свое мнение, а не основанное на чем-то другом. Ведь вы не можете знать, в каких отношениях находились люди, которые вам эту информацию дали. Может быть, они завидуют человеку, может быть, они пытаются как-то ему навредить или отомстить или что-то еще. Старайтесь не попадаться в такой капкан. Он способен разрушить любые отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok